Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии в Кизельюрте, смогли встретиться со своими детьми в теплой и праздничной атмосфере. Цель Дня открытых дверей, по словам организаторов, желание восстановить социальную связь между матерью и ребенком, соединить разлученных волей судьбы детей и матерей, адаптировать женщин к новой реальности и подготовить к возвращению в общество и семью. Встреча проводилась в рамках Международного женского дня. Алина Багилова покажет, что из этого получилось. В преддверии 8 марта стало настоящим праздником для осужденных женской колонии. Они получили возможность вне графика увидеть своих детей. Дети осужденных женщин чаще всего находятся в детских домах. И привезти их в колонию – большая проблема для воспитателей. Ко мне привели девочку, конечно, каждый раз, когда я ее вижу, это сложно. Вот она видит меня здесь счастливой, улыбающейся ей. Ну, ребенок не понимает всего, как есть на самом деле. И я стараюсь не дать понять ребенку этого. Самой, конечно, тяжело. Хочется домой. Хочется уже не совершать этих поступков. Для многих отбывающих наказаний этот концерт стал значимым событием в жизни. В преддверии праздника звучали теплые слова и комплименты. Ведь женщина остается женщиной даже в местах не столь отдаленных. Побывать в роли артистов смогли не только приглашенные гости, но и сами женщины, отбывающие срок. Они подготовили разнообразную концертную программу, танцевальные номера, песни, стихи. Выступали все от мала до велика. Праздничным подарком стало выступление детей осужденных. Плакали абсолютно все, как работники колонии, так и заключенные и родные. Но повод вовсе не печальный. Напротив, радостный. Долгожданная встреча. Вообще-то все свидания в местах лишения свободы исключительно по графику. Не более двух-трех раз в год. А то и пять лет. Даже не знаю, чувствую. Я не могу даже эмоции свои, даже то, что я сейчас чувствую, даже словами я не могу объяснить вот это все. Время пролетело быстро, и вот уже пора расставаться. На глазах у женщин и их детей выступили слезы. Они на прощание обнимали и целовали детей, которых увидят теперь не скоро. Считается, что самым большим мотиватором для исправления осужденного может стать его ребенок. И сотрудники колонии, организаторы проекта, работники системы исполнения наказаний надеются, что освободившись, женщины больше не захотят расставаться с родными и близкими. А потому сделают все, чтобы не вернуться в стены исправительного учреждения, в котором они долгие годы находились без своих детей.